Не в шутку, да, не в шутку. Всегда заходишь в отдел кадров и спрашиваешь, вы, говорит, еще вакансию на психотерапевта не объявляли, потому что в действительности мы в современном мире сейчас являемся обладателями огромной информации. Вот даже в течение часа мы можем проанализировать просто потоки, да, вот в основном должны делать какое-то, принять какое-то решение. Поэтому психологический аспект такой, что мы все знаем, отсюда все разъедемся и каждый сделает по-своему, да, и будет потом опять, может, получить такие же ошибки, да, хорошо, если он проанализирует, признается в них и что-то изменит. Ну, как практика показывать, нет. Вот все равно все движутся по какому-то своему особому пути развития. Значит, тут поднимали вопрос, который, ну, с которого хотелось начать, начать это погодные условия. Вот с Ольей Георгиевной, Агрохимцентром Ростовским мы проводим следующий эксперимент, который вот тут вопрос задавался. У нас установлены на полях метеостанции, ну, скажем, с датчиками передачи через сотовую связь, которые нам ежеминутно передают данные. Это температура почвы, температура на узле кущения, температура воздуха, осадки. Вот, и мы в десяти точках, на десяти полях сделали, пробовали метровый слой. И имеем на данные 15 декабря результаты, в которых они, ну, не то что неутешительные, они просто критические. Я стараюсь на эти результаты всех обращать, ну, обратите внимание, а все говорят, да ладно тебе, что ты, это, они не такое переживали. Осадки на 15, содержание влаги в метровом слое на 15 декабря от 22 до 42 миллиметров. Причем 42 миллиметра показало поле, которое было посеяно всего лишь первый год по нулевой технологии. Ну, просто так делали, там, сравнивали, вот, может быть, там какое-то микропонижение, может быть, еще какие-то факторы, но разница уже была. И сейчас, 15 февраля, мы планируем отобрать эти же точки, которые по GPS трекером были отобраны, да, отобрать и посмотреть, что изменилось в метровом слое. И у нас есть количество осадков, соответственно, почва не промерзала, особых стоков водных у нас не было, потому что у нас и снежный покров был порядка, там, 7-10 сантиметров, не больше. В отличие, наверное, от Зерноградского района, потому что коллеги отзванивались, говорили, более, там, до 25 сантиметров где-то в институте. Ну, я говорю, приблизительно, да. Вот, поэтому мы можем такую таблицу, конечно, корректировочную построить для себя, посмотреть, а где эта влага, как она мигрировала по-своям, что на этот. Тензодатчики, которые установлены у нас на 20, 40, 60 сантиметров, показывают такой сейчас результат. На 20 сантиметров перенасыщена влагой, на 40 сантиметров где-то порядка 80 процентов, 60 сантиметров уже начинается, да, снижение. Это, ну, этот процесс идет постоянно, и, соответственно, перераспределение влаги в метровом слое мы вот хотим отследить. Это, что касается, я думаю, с этим результатом этого эксперимента, ну, кто интересно, со всеми поделимся, нам не сложно. Значит, густота растений, я хотел бы здесь, ну, вот этим, как бы, параметром оперировать, все-таки исходя от сорта, от сортовой принадленности. Зачастую бывает так, что мы все почему-то, ну, видимо, по каким-то еще старым канонам движемся, что должно быть колосел там 600, не минимум, там, 608, ну, у каждого свои там цифры. Практика показывает, что, например, тот же сорт Баграт при 400 колосел на квадратный метр можно спокойно получить 65 сантиметров с гектара, что прошлый год и подтвердил. Или, например, сорт Гром, да, который оценивать, если его, этот, густоту стеблестоя, то там, наверное, 400, это уже и критический момент. Хотя не всегда, потому что все есть определенные, ну, скажем так, специфические условия для каждой зоны. Вот, и обязательно на сортовые признаки необходимо обращать внимание при принятии каких-то либо решений. И вообще у нас уже в районе такая существует шутка, как агроном оценивает вообще состояние зимых. Вот говорят, если едешь на машине со скоростью 60 км в час, то 60 центров, если 40, то уже более глубже. То есть у нас практически перестали ходить по полям, в основном заходят максимум 100, там, 150 метров, посмотрели, оценили. То есть от таких, как вот, если вспомните, лет 10 назад было обязательно страхование посевов, да, и к каждому приезжали страховые эксперты. Ну, дотошно они, если честно, если с ними уставал за целый день. Вот, но зато был один плюс был, минус был большой, что мы теряли все вложенные средства, да, которые там заплатили за страховку. Но у нас была полная информация, реальная информация, что у нас делается в поле. Поэтому здесь густоту растений необходимо по всему полю подсчитывать и тогда только принимать решение. Третий момент, который сегодня говорили, ну, почему-то мы его для себя подчеркнули. В прошлом году только в пределах одного хозяйства разница температуры была от минус 6 до минус 13. То есть разные поля по, этот, высота над уровнем моря, да, там много моментов. Вот, вот, но какие посевы у нас пережили? Те, которые не получили ранневесенние подкормки. Мы просто-напросто доверились анализам почвы. Мы просто решили психологически, хотя это было очень тяжело психологически принять решение. Все, и те, кто советуют, и руководители, ну, назовем сейчас уже не руководители, по сути, а собственники, да, которые говорят, как это так? Это, ну, это невозможно. Зачем? Мы вот все даем уже, вкладываем средства. Нет, вот мы хотим попробовать. В действительности, когда с холодной головой подходишь к этому, к решению этих задач, то получается, в принципе, по прошлому году, вот результат, сорта Алексеевич, с осени был внесен сульфат аммония 200 кг, диамофоска 200 кг. Там мы обошлись без ранней весенней обработки. Потом применили только ЖКУ для более еще мощного развития корневой системы, потому что мы посчитали, что корневая система развита недостаточно, а биомасса назревает очень, ну, неплохая. И получили 72 центера. Не вскрою, да, пришлось немножко поработать карбамидом, но мы здесь связывали все-таки получение более ценного зерна, так как сорт Алексеевич, когда дает более большой результат по урожайности, там будут проблемы с протеином. Вот. Те посевы, которые мы пошли по классической схеме, а что для нас мерзлотавая почва, это возможность запустить разбрасыватели. Вот. Вот и все. Этот период бывает, ну, вот если каждый возьмет, каждый год, этот период бывает в течение пяти дней, ну, максимум в сезон. И вот этот момент поймали. Сейчас у нас уже готовятся прогноз погоды посмотрели, там, 12-го числа. Все, весь район сидит. И не дай бог, кто-то первый выйдет, а кто-то позже него. Это все, катастрофа. Там уже будут, ну, как это, головы не лететь, но у многих психологическое состояние ухудшится. И там, где мы классически поработали, мы получили самое, вот, представляете, это было по полю, находили полная гибель растений. Полная гибель растений. Тот же сорт Алексеевич. Вот, пожалуйста. Вот, буквально в пределах одного хозяйства разница 6 километров. И такие две разные картины. Всего лишь одно неумелое применение азотных удобрений, когда мы решили, ну, показывает анализ среднее содержание, но надо еще. Ну, давайте еще и еще, и еще, и еще. Вот, поэтому здесь, по, что касается, вот, ну, сегодня вот эту тему пока не затронули. Мне все-таки видится, что большая перспектива у нас это посевов по нулевой обработке. Мы очередной, вот, третий год подряд это отмечаем. И думаю, что в связи с прогнозами, которые высказаны уже у нас, а у нас еще мы учились, благодаря Николаю Андреевичу, он нас всегда говорил, засуха у вас в головах. Я вот до сих пор помню, это статье было, вот, что мы все равно движемся в эпоху аэридизации, да, нашего климата. То есть все больше и больше вот этих негативных явлений будет проявляться. Поэтому необходимо полностью менять наш подход. И мы сейчас можем отметить, что посевы по нулевой технологии выглядят, по крайней мере, выглядят лучше. И запас лаги, я уверен, что мы проведем 15 февраля этот-это, будет тоже больше. Далее, особым скептизмом у нас пользуется, на данный момент, проведение опытов различными препаратами. Ну, в сравнении, применили один препарат, не применили. С точки зрения того, что практически с появлением комбайнов, которые фиксируют урожайность, ну, скажем так, в прямом эфире, да, онлайн, то есть сможет залезть в кабину и смотреть по полю, где какие урожайности получаешь. И с учетом спутниковых карт, которые по индексу NDVI и прочим, скажем так, показателям трехметровым, мы увидели, что изначально, еще до применения всех опытов, на поле можно найти разные участки, на которых можно получить разную урожайность. И потом этими данными оперировать очень тяжело. Ну, я как бы считаю, что проведение опытов должно быть, ну, хотя бы в трехкратной повторности, в несколько вариантов, и все это должно быть, ну, хотя бы частично соблюдать методику Доспехова или прочих людей, которые посвятили этому огромное время, написали кучу трудов, и мы не должны этим, ну, пренебрегать. Что касается нашей тактики проведения азотной подкормки, это в первую очередь, мы, конечно, не холдинг, я понимаю, что те, кто работает в холдингах, им это тяжело придерживаться, когда огромные площадя, когда на первое место стоят вопросы логистики, перемещения техники, ну, невозможно, да, на 30 километров передвинуть весь отряд, и там частично что-то покормить, частично не покормить, вернуться обратно, это потеря времени. Ну, а хозяйство от 5 до 10 тысяч гектаров земли, я думаю, что должен индивидуальный подход быть к каждому полю. Вот и все. Какой этот индивидуальный подход решает каждый сам для себя, но мы решили о том, что первый лимитирующий фактор для нас это влага, и мы будем на нее смотреть. С учетом, у нас всегда, Царство Небесное Сергей Иванович, он просил делать ему три прогноза, оптимистический, пессимистический и средний. Ну, и мы по нему расписывали, как бы, что мы, ну, собираемся делать, да, и вот он всегда оптимистически откидывал, говорит, такого не будет, пессимистически сказал, такого не было, а вот средний вариант он оставался, поэтому я думаю, что с запасом на продолжительную, если весенний период, а все-таки прошлая весна нас спасла, потому что были, не было высоких температур, и, как говорят, не было и осадков, и высоких температур, то есть растения экономно расходовали влагу, мы получили достойный результат, хотя всех экспертов, и вот поднять все статьи делового крестьянина, все, никто ничего хорошего не прогнозировал, поэтому прогнозы это дело неблагодарное, наверное, и что здесь хотелось бы сказать, что мы все-таки оперируемся данными, которые НСЗ имени Лукьяненко по азотным подкормкам, там четко расписано, сколько для образования одного центнера, при какой влаге, для какого сорта, да, поправочные коэффициенты, мы стараемся по этой методике придерживаться, а поверьте, когда чуть-чуть с наукой хотя бы мы прислушаемся и слышим друг друга, то и результат получается нормальный. По биологическим препаратам, ну, не скрою, я любые все фирмы, которые приезжают, я им сразу говорю, вы сможете справиться с перинафорозом. Он говорит, к сожалению, у нас такого препарата нету, хотя, как бы, ну, ни одного биологического препарата я сейчас еще на данный момент не услышал, да, там есть разработки некоторых фирм, которые нам там предлагают, но что-то сейчас полностью говорить от ухода на химические, на отказа от химических фунгицидов было бы неправильно, но необходимо учитывать, что мы практически мало, кто уделяем внимание современной селекции. Посмотрите, есть сейчас множество сортов, которые изначально устойчивы к заболеваниям. Приведу пример 2017 года, когда у нас был очень грандиозный опыт и по ЖКУ на сорте Алексеевич, через применение многих фунгицидов регуляторов роста, когда все, ну, консолидированно отметили, что на данном сорте применение химических фунгицидов в этом году, 2017, было нецелесообразно. Вот и все. И как бы мы имеем, что мы имеем достижение селекции, имеем достижение там биологических, да, какой-то науки, да, но он должен быть более такой грамотный подход, выверенный. Так что это вот кратко, можно говорить часами, но все-таки психологический аспект, если подвести итог, что необходимо в первую очередь еще раз проанализировать наши среднемноголетние показатели, оперировать более точными данными, потому что, посмотрите даже, как мы говорим, у всех вот глубина промокания. Что такое глубина промокания? Что, ну, это вот, ну, такой, а если когда мы уже начинаем, будем говорить, запасы влаги, да, в метровом слое, густота, фазы хотя бы каких-то, этот растение, тогда можно что-то, какие-то еще методики выстраивать. Жень, расскажите про эксперимент с влагой, в этих двух пальцах, какие результаты мы получили? Вы имеете в виду, в этом году? Нет, ну, вы огласите, что это. Была задача проверить именно содержание влаги на разных полях, и мы получили данные, и они действительно отличались. Когда же мы провели математическую обработку, то у нас различий не оказалось. То есть мы видим цифры, мы их оцениваем на бытовом уровне, и говорим, да, у нас есть различия. Когда же мы применяем математические методы, получается, что, извините, различий между этими показателями нет. И вот это тоже очень важно, потому что очень часто мы делаем выводы на какие-то субъективные оценки, и дальше это все тиражируем. Я бы призвала к тому, чтобы мы все-таки больше ориентировались на научные методы анализа. Евгений Леонидовичу есть вопросы? Какой же средний урожай урожай урожай? Прогнозируем. В 20-м мы его, это 62 центера озимой пшеницы, подсолнечка по одному хозяйству у нас более 30 центеров, но они пошли, ну, будем сказать, на два хозяйства, которое одно пошло по одной схеме по выращиванию подсолнечка, другое хозяйство пошло по другой. Вот в одном это более 30 центеров, у нас 25. А что там за схема? Схема, они отказались от ультра ранних посевов. То есть... Ультра ранних никакой? Ну, это мы начинали сеять с 1 апреля. Урожай ниже, да? Ну, у нас зона немножко другая по температурным. Мы, естественно, идем... Ну, как у нас, у нас вот на последнем совещании, кто-то даже вот сейчас стали так, проводить вторую подкормку надо обязательно, когда засветет терень. Ну, понимаете, уже вот так вот. А я говорю, да он у нас уже по-другому там светет. Это, ну, это вполне такое совещание было, это реально. Вот, ну, давайте я вам в таком духе отвечу. Абрикос у вас светет раньше. Не, не, не. Женя, подождите. Есть определенное обоснование для светения терна. Терн светет, когда температура почвы прогревается больше 10 градусов. То есть здесь это не совсем... Ну, Оля Юрьевна, я поясню, почему. Потому что после того, как терен засветает, терен не знает, какая температура будет почвы дальше. И мы зачастую сталкивались с тем, что мы посеяли, и семена пролежали в почве до трех недель. Соответственно, снизилась энергия роста и все прочее. Потому что у нас резко континентальные изменения погоды. И то, что случилось резко, мы это оценили и пошли. А надо было, ну, чуть-чуть хотя бы развожить яйца в разные корзины. Или как там. А мы вот захотели... В мае, в июне сколько было дожди осадков? У нас май был 60 миллиметров. Июнь это порядка 15 миллиметров. То есть, я же говорю, у нас нисколько огром... Количество осадков у нас не превысило среднемесячных показателей. Ну, если в сумме сложить, да? За весенний период. Но температура была гораздо ниже. Вот и все. То есть, здесь... Да, потому что у нас подсолнечник хороший улажает. Это уже 18, 16, 20. Это по колоннам. А некоторые косили 8 и радовались. Ну, мы однозначно ошиблись. Которую ошибку допустили в хозяйстве. Я ее признаю. Мы всегда получали подсолнечник. Позапрошлом году получали порядка 48 центнеров. Ну, гибриды. Это не просто участки. Это поля целиком, которые шли и убирали. И мы там использовали... Ну, для такого урожайности у нас был предел. Получить к уборке не менее 70 тысяч. Поэтому мы и в этот год... Хотя знали, запас ваги небольшой. А мы взяли и посеяли 77 тысяч. В надежде, ну, что... Ну, знаете как, а кто не рискует, тот не... А на самом деле, вот реально посевы ничем не отличались. А когда заходил комбайн, просто мы видели, что творится рядом на соседних полях нашего второго хозяйства. Да, видели у себя. И то есть понимали свою ошибку. Это ранний густой сев. У нас там, как бы, зона намного больше была, сам хочу, чем у нас вот с Веселовским районом. Потому что я, как бы, знаю вашу зону. Там и в Тескале Савровский, где под вас находится, на 40 центнеров подсолнечника. И в Вороте Литвиново, 50 подсолнечник. Но есть критерии, вот именно подсолнечника, обязательно определить запас влаги. Потому что если запас влаги больше 160 миллиметров, то это гарантия для подсолнечника. Если меньше... Метровым. Здесь, входит так, что хорошие гарантии, вышли майские, июньские осадки. Локальные осадки. Это время было в земле, что так на слое было. Урожайность подсолнечника в районе очень низкая. Даже те территории, которые вы называете, все в этом году однозначно убедились. И мы до сих пор, если дальше такими темпами продолжится у нас посев этих пропашных культур, мы просто придем к плачевному итогу. И почему-то, ну, этот не приводит... Ну, Ольга Юрьевна на районных совещаниях, может, приведет те земли, которые раньше считались высокоплодородными, да, после использования от этого 20-летнего, мы сами удивляемся, там запас гумуса 3,5-3,8. Хотя бы по бонетировке, да, по стоимости этих земель, которые за них, за один гектар, да, сейчас на рыночной стоимости, они считаются высокогумусированными. То есть, что изменилось за 20 лет? Гумус упал полностью. Падает, ждите, а второй. Нет, упал на тех, по сравнению с теми, как их оценивают. Люди... Совершенно верно. Ольга Юрьевна, я не говорю, то, что гумус, его оба делали, может быть, кто-то неправильно, не средне. Нет, в смысле неправильно. Люди оценивают, смотрят, смотрят на свои земли с точки зрения бонетировки и рассчитывают свою технологию под этот, рассчитывают свой севооборот. Интересная закономерность, да, смотрите, у них растет урожайность, падает гумус, да, а у нас с 3,5 гумус, с 91-го года карты старые колхозы Минилейна, Южьи Проземь делал, да, до сегодняшнего ваша организация проводит каждые 5 лет. У нас до 4,5, 54,5, под солнечником и 8,15. Продолжение следует...